Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон И в принципе ребята, сейчас мы продолжим прокачивать нашу команду, да, вторую И в принципе ребята, давайте же сразу же пойдем куда-то искать, вот я не знаю боссов искать, не искать Так как в принципе у нас покемоны пока что не слишком какие-то очень прокаченные, чтобы прям идти на каких-то боссов и убивать их Ну Чермиллион 19 это в принципе уже нормально, фиг его знает ребята, идти на боссов или все же Или все же вот на таких обычных прокачиваться еще немного, в принципе у нас же Чермиллион, да Он и так и так нормально нас прокачает, да, то есть всем покемонам там по пару уровней он и так сможет прокачать Вот, за каждого покемона идет там по одному по два уровня Ну, не каждому, а за каждого покемона которого мы убиваем, да, идет нашим покемоном по пару уровней Так, ладно, Пикачу давай ты Еще раз Отлично Так, во Вот так Так, Чермиллион 20 уже Чермиллион 20 Вас еще тоже можешь поубивать И в принципе, когда там хотя бы Чермиллион будет 25 Мне кажется, что как раз нормально будет Чтобы Во, Чикарита уже эволюционирует Вообще Офигенно, давай Давай, давай, давай Ху, ребят, сейчас как раз думаю пройти может вторую часть метро То есть мы прошли метро 1033, да, редукс Сейчас думаю пройти все-таки метро Бластлайт, да, редукс Фиг его знает Как раз сейчас думаю Пройти, не пройти Просто Просто то, что Ну, 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 не скажу, что в скором времени Но, как бы, выходят новые игры, да В этом месяце Да, в этом месяце Немного новых игр выходит В этом вообще месяце вроде новые игры не выходят Но все же В следующем выходит Потом еще в следующем В ноябре, в октябре Точнее, наоборот В октябре, в ноябре Ну, в принципе, выходит действительно Очень так много новых игр И вообще офигенных игр То, что Успеть пройти хотя бы В новое метро Ну, как бы успеть Там очень так много не нужно, да Не очень он долго проходится Но все же, чтобы пройти И потом Может проходить какие-то новые игры Вот это как раз я думаю Так, Чермилион Этого ты убьешь? Не убьешь? Ладно Этого нет Давай Пикачу Хотя Пикачу тоже Не очень Такой сильный Чтобы его убить Ну, давай хотя бы По чуть-чуть Так урона Каждым покемоном Нанесем Вдруг убьем Ну, да Эти мы убили Вот этим я не знаю Может и убьем Ага Фиг Ладно Нужно было сразу Вот этим Да и все Так Так Отлично Ну что, давайте Вылечим То, что ребята В этом Как раз давайте Ребята Сейчас посмотрим Какие новые игры Выходят Хотели бы вы Чтобы мы прошли Какие-то новые игры В этом месяце Ребята Вроде вообще Новых игр Не выходит В сентябре Вроде может Одна, две, три Новые игры Вышли Которые Уже Вышла Вроде Dead Rising 3 Да Она же вроде Была только Эксклюзивом На Xbox One А сейчас Уже Спустя там Год Или сколько Времени Она уже Вышла Ну вот Сейчас Как раз Сколько там В России Еще не был Релиз Но так В Европе Вроде уже Был там Дней так Девять назад Приблизительно Ну приблизительно Где-то неделю назад Точно Не буду говорить Потому что Точно не знаю Ну где-то так И в принципе Ну что Можно сказать Я в эту игру Уже Уже Играю уже Можно сказать Половину Ну как половина Я не знаю Когда там Половина Когда там что Но я уже Немного ее прошел В принципе Игра такая Нормальная То есть Мясорубка Да куча зомби И все такое Но Не скажу Что Очень какая-то Классная То что Она не очень Оптимизированная То есть Там максимальное Количество FPS Которое Выдает игра Это 30 То что Лагов нету Вообще Как бы Нету лагов Но Что-то Такое ощущение Что-то Что-то Не хватает Самой оптимизации То есть Там нету Оптимизирования Того же разрешения То есть Любое разрешение Которое ты можешь Поставить Там этого нету Там какой-то Специальный Ну как бы Только пару Разрешений есть Я все Перепробовал Там одно Не работает Другое Сверху Черные полосы Появляются Другое Снизу Черные полосы Другое По бокам Черные полосы Короче Не очень Такое Большое Оптимизирование Игры Ну как бы Понятно Что оно было На Иксбоксе Они ее перенесли На ПК Да Но Но все же Могли бы немного Мне кажется Лучше Оптимизировать Хотя бы Те же настройки Графики И все такое Поэтому В принципе Фиг его Да-да-ди Иди-ка ты сюда Ну что ты такой Твою мать Так Какая еще игра Выходит Ребята Кто знает Напишите Потому что В принципе Я знаю Выходят там Какие-то игры Да Но Я не знаю Прям Какие Полностью В этом месяце Я знаю Еще выходят Две игры Первая игра Вот как раз Это первая игра Которым я сейчас скажу Она мне действительно Очень нравится Я так думаю Что Ее мы наверное Тоже Да твою ж Ее мы наверное Тоже все-таки Пройдем Потому что игра Мне кажется Будет действительно Офигенно Это называется Как она там Называется Ну короче Про власти Линка лет Shadow of Of Mordor Вроде как-то Вот так называется Только посмотреть По Там минутам Видео Или сколько Ну я даже Видео то не смотрел Просто так Где-то что-то Заметил Игра действительно Офигенная Только о том Что Что это Властелин колец Да Кто смотрел Властелин колец Тот Можно сказать Фанат этой игры А во-вторых Это то что Игра действительно Офигенная То что Как Как можно сказать В каком жанре Эта игра Я не знаю Как это называется Она типа В жанре В жанре Darksiders Кто играл В Darksiders То в принципе Это вот такая Только Не Постапокалиптический мир Да И не всякие там Монстры А все такое Да А как бы Главный герой Среди Ну Мордор Да И Орки И в принципе Там действительно Как я смотрел И офигенная И комбо И прокачка оружия И эволюции И все такое Короче В принципе Все что требуется Для такой игры Чтобы нам можно сказать Понравилось Чтобы ты там ходил Один там Да с луком С мечом Всякими там Умениями И все такое Убивал там Орков Потому что уже Если честно Всякие монстры Демоны Зомби Немного надоели А вот такое Как раз С мечом С луком С немного магией Офигенной графикой Офигенным сюжетом Офигенными комбо Спецэффектами И все такое Как раз То что можно сказать Ну Хочется Поиграть Хочется пройти Потому что С мечом Головы орков И все такое Это в принципе нормально Я не знаю Когда она выйдет Ребята В Европе Она выходит Вроде 30 числа То есть Можно сказать У меня она выйдет Где-то через Где-то 16 17 А в России Она вроде Выходит только 19 Ну как 19 30 числа Она выходит В сентябре Да 30 числа 30 сентября В Европе И 19 Октября В России Вроде Я не буду говорить точно Но я что-то читал Что люди писали Что Как бы В Европе И во всем мире Она выходит 30 числа Почему так поздно Она в России Выходит только На следующий месяц Что-то такое Ну в принципе То что Я не знаю Но если 30 числа Выйдет То полмесяца Осталось За полмесяца Если мы собираемся Проходить эту игру Если в принципе Вам нравится игра Кто не знает Об этой игре Ребята Кто вообще Не слышал о ней Или что такое Не знает О чем она То просто-напросто Напишите Где-то там Shadow of Mordor И просто посмотрите Видео Те же спиншоты Действительно Игра офигенная Там прокачка И все такое Вот то что я думаю Если она выйдет Там через 15 дней Где-то То если мы Будем проходить Тот же Метро Метро Ластлайд То нам хотя бы Нужно успеть Его пройти За 15 дней А потом уже Браться Проходить Какую-то новую Угру Так То что я действительно Не знаю Проходить его Или нет Но если мы уже Прошли первую часть То вторую тоже Как бы нужно пройти Ну не знаю Ребята Честно не знаю Но вот то что Shadow of Mordor Я что-то Хочу ее пройти Потому что Игра офигенная И мне вообще нравится Вот такие игры В таком жанре То есть Это ну я говорю Жанр Darksiders Darksiders Я прошел Darksiders Ну как Ну да Я прошел Darksiders 2 И это может Кстати Тот же Тот же тип игры Как Devil May Cry Да Ну как Devil May Cry Devil May Cry Это сюжетная игра То есть все там По линии развивается Ты идешь туда Как бы Ты хоть В какую сторону Ты пойдешь Свернешь В любой угол На миссии А оно и так Тебе приведет К концу Миссии И там ты выйдешь Ну как бы Начинается миссия Да Ты идешь 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 Сворачивать Хоть куда Хоть куда Хоть куда Ну и так Ты проходишь туда Ты проходишь туда Ты проходишь туда По сюжету Тебя ведет Туда куда надо Потом как бы И ты идешь Идешь Там может Где-то сражаешься С каким Каким-то боссом Который идет По сюжету Да И потом Как бы Заканчив Да твою ж И потом Как бы Заканчивается Миссия Да И Да твою ж Мать Как бы Заканчивается Миссия Да И все Ты прошел Миссию Вторая Миссия Идет По счету Эх Твою ж Мать И пропал То есть Зараза Мир Ладно Еще и выиграл Еще и пропал То есть Не дал нам С него опять Сразиться Ну то что Действительно Там 60 уровень Лик какой У нас Покемон не очень Так прокачанный Ну ладно О Как раз Давайте может Немного в шахте Поговорим В принципе И как раз Ресурсы Соберем Точно Ребята Нам же Сейчас Ресурсы Нужно Собирать Для того Чтобы Их Продавать И покупать Себе Раркенди Потому что Есть два Способа Прокачки Или искать Покемонов Или покупать Раркенди Ну в принципе Или то Или то Да то что И ресурсов Там Не так У нас И много Поэтому Можно И немного И угля Собрать И все Такое Потом Ну это Как бы Дэвил Мэйкрай Ты такой Тип Сюжетный То есть Ты идешь Да и все Начинаешь С одной точки Куда бы ты ни шел Приходишь в другую точку А кто играл В Дарксайдерс Это как бы Открытый мир То есть Тот же Как называется Та игра Которая тоже выйдет Но не скоро Ведьмак Точно Ведьмак Ну как бы Во второй части Я не играл Но во второй части Там вроде Как бы Тоже Куда бы ты ни шел Приходишь В ту точку Куда Куда запланированного Да А вот Третий ведьмак Будет То что Как бы тоже Открытый мир Да Где то там Валяется Где то там Ходит Нет Вот что Вот как Подробнее объяснить То есть Дэвил Мэйкрай Мобы И то все Спавнится по сюжету То есть Пока ты не дойдешь К тому месту Где они должны Заспавниться Их там не будет Ты дойдешь туда Они там Заспавнятся Ты уйдешь Оттуда Пойдешь дальше Они еще где то Там заспавнятся И все такое А в том же Дарксайдерсе Или В ведьмаке Да Кто знает Что это за игры Как бы там Открытый мир Да Ты можешь в любое место Пойти Где то там Кучка мобов Валяется Ты можешь их поубивать Набить себе Немного опыта Да То есть Набил себе опыта Выбил с них Какие то вещи О посмотрел Вот это прикольные вещи В эту вещь Могу себе взять Потому что Она немного лучше Чем у меня Ота вещь еще Такая Ну в принципе Ее тоже можно взять Ата хреновая И как бы Выбираешь вещи Которые тебе Нужны Которые нет Эволюционирующих Например Идешь где то По пути к миссии Да То есть Например На карте у тебя Там Прийти к тому месту Иди к тому месту Ну там ты начнешь миссию То есть Два типа таких игры Да То есть Где ты начинаешь Миссию автоматически Что тебе нужно Что то сделать А где ты можешь Просто-напросто Ходить по миру Что то там Исследовать Убивать мобов Которые просто-напросто Где то там Ходят Прокачиваться на них И добегать К тому месту Где Начать хотя бы Миссию Чтобы начать Ее прохождение Ну Ребят Я думаю Что в принципе Понятно Я так объясняю Потому что По другому Я не знаю Как объяснять Объяснить Точнее Говорю такие типы Где ты просто Начинаешь миссию И там Где тебе сразу Дают ее начать И все Тебе нужно ее пройти А где такое Где Тебе к ней нужно Добраться То есть К тому месту Где тебе нужно Ее начать Чтобы ее пройти И это в принципе Такое Нормальное Мне кажется В принципе Это нормальная Такая игра Говорю Тот же Ведьмак Тоже Darksiders Еще какие игры Есть На таком подобии Ну тут же Skyrim Да Но Skyrim Это одно Как бы В принципе В одном В одном смысле Оно Похоже Потому что Тоже открытый мир И чтобы тебе Куда-то дойти Нужно Туда дойти Чтобы начать Ту миссию В принципе И действительно Игра такая Прикольная Только по видео Я смотрел И она действительно Мне понравилась Ребята Кто не знает Посмотрите И скажите Стоит ли ее проходить Будет ли вам интересно Чтобы мы прошли Эту игру Но если честно Мне она очень понравилась Я бы действительно Хотел ее очень пройти Потому что Игра В принципе Можно сказать Интересная И такая Захватывающая Можно сказать Ух Чуть не свалились Так Ух Я опять С факелом В воду прыгнул Нужно об этом думать Сейчас Так Куда бы Сейчас просто Не выкинуло А могло бы выкинуть Так Что тут есть Еще какие игры Выходят Еще вроде 30 сентября Выходит игра Но это как бы Гонки Forza Horizon Horizon 2 Вроде Или что такое Я прошел первую игру Но как бы Гонки гонками Да Сюжета там никакого Не ну как есть там сюжет Да То есть Сражения Да Там ты приходишь На какой-то фестиваль Машин И все такое Там Турниры Группы Тебе нужно Туда 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 Прохождение Прокачка уровней То есть Всякое такое Ну как бы Сюжет Сюжет там один Тебе нужно там пройти Несколько групп Да Там есть Какая-то Желтая Зеленая Красная Фиолетовая Самая там Какая-то первая Оранжевая Что такое Тебе нужно Короче до самой первой Дойти И все такое Но когда ты проходишь Группы Даже они Они Можно сказать Не поменяли Заставку Когда ты Проходишь группу И Заходишь в другую То есть Ты приезжаешь туда Тебе выдают Какую-то Повязку Спасибо-спасибо Там все тебе хлопают И уходишь И все И так до конца игры Ну я не знаю Может вторая часть Будет интересней То есть Подинамичней Может Опять факел Вытащил Можно сказать Подинамичней Ну увидим Увидим Ребята Я не знаю Буду ли я Ее проходить Как бы Сам может Ее пройду Но чтобы Так ее проходить Не знаю Как бы Гонки гонками Да Ничего там такого Экстремального Нету Просто ездить А не всем Будет интересно Смотреть Гонки Да Как мы Каждый раз Там ездим 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 До конца игры Фиг его знает Ребята Еще Еще Какая-то там Ну в принципе И все Больше в этом месяце Как бы Не выходят Игры Как я так Смотрел Что там Какие еще игры Выходят В следующем Месяце В следующем Месяце Вроде Ой так Сейчас Это кто у нас Мэджикар Пойдем туда В следующем Месяце Ну как бы В следующем Месяце Уже действительно Так Охренеть Какое Количество Игр Выходит Но Самые такие Офигенные Игрушечки Они все таки Оставили На последний Месяц Весны Осень Какой Весны Нафиг Уф точно Мы же хотели Прокачиваться На сикингах На гулдинах И на мэджикарпах Че-то я опять забыл На них же В принципе Офигенно Так прокачиваться Так как они Такие нормальные Уровни Они в принципе Нам нифига Не наносят Так Отлично А ну давайте Попробуем А Не то Я использовал Нет Да давайте Ой Не 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 тобой Опять Не тобой Давай Пикачу Ты Пикачу Пикачу Должен А хотя Как Не очень Ну вот Тобой Можно Да ты Сильный По идее Сейчас Ну как Так Нормально Следующие месяцы Тоже Такие Я не очень Смотрел Но я знаю Приблизительно Две игры Которые выходят Следующий месяц Две Три Выходит Вроде Где-то Там Четырнадцать Числа The Evil Within Как-то Она так Называется То есть Такой Хоррор Можно Сказать Игра Действительно Офигенная Можно Ну как Хоррор Да То есть Средневековье Что-то такое На этом подобии Так Это у нас Там кто Ну Фиг его знает Че Давайте Идем Убьем Так Сейчас Давайте Еще Если успеем Вот этого Ладно Зря Мы Наверное На сорок Седьмой Уровень Накинулись Ладно На таких Ребята Действительно Еще Нету Смысла Пока что Нападать Они все Так Убивают Так Мы сможем Убежать Отлично И В принципе Как Вот эта игра Действительно Такая Офигенная То есть И хоррор Уже пропал Да твою Ж И хоррор И Можно сказать Ну как бы Там тоже Можно вроде Крафтить оружие Но не Крафтить Что-то такое Что-то на этом подобии Там у тебя Луки Есть Пистолет И все Такое То есть Не такой Хоррор Где На тебя Нападают Что тебе Остается Это только Прятаться Или Убегать А такой Хоррор Где Типа На тебя Нападают Но Ты можешь Их Убить И Или Убежать От них Куда-то Спрятаться Или Просто Убить И И все Так Это у нас Тут кто О Тебя вроде Можно убить Это в принципе Действительно Так нормально Нормальная Такая игра И О Точно 2-3 числа Выходит еще Один Хоррор А Алион Изолейшн То есть Чужой Да Вот это Такой Хоррор Где тебе В принципе Нифига Не остается Тот Только Убегать То есть Он появляется Ты убегаешь Прячешься Проходишь 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 Он опять Появляется Ты убегаешь И И Опять Прячешься И проходишь Вот это Такой Хоррор А вот Тот The Evil Within Да Вот это Действительно Такой Офигенный То есть Там ты можешь Убивать Монстров И все Такое Ладно Походу Ну Да Ну как Он 79 79 уровень Конечно Мы такую Ура Не убьем Ладно Нужно еще Немного Подкачаться На тех же Сикингах Может Еще Там 14 Октября Вроде Выходит У нас Игра Дайте Вспомнить Какая А Dragon Age Точно Вот Эта игра Тоже Такая Офигенная Ну как Я не скажу Что она похожа На ту игру Которую я хочу Пройти Да Shadow of Mordor Но все же Dragon Age Кто в нее играл Что-то Ну как Что-то Нет Наподобие Diablo 3 Не скажу Ну хотя Что-то такое Только вроде Из другого Ракурса Камеры Вроде Что-то Такое Ну в принципе Действительно Игра такая Офигенная Можно ее Тоже Будет Пройти Ну как Можно Она через Месяц Выходит Поэтому Посмотрим Потому что Она Охренеть Дорогая Полторы тысячи рублей Я не знаю Стоит ли она Свою цену Если Например Там считать Diablo Который Сейчас стоит Там 700-800 рублей То действительно Он стоит Свою цену Потому что Это Diablo Это действительно Офигенная игра А если Dragon Age За полторы тысячи рублей Ну я не знаю Просто Они там Цены Нереально Такие Большие Делают Тот же Sims 4 Который Недавно Вышел Стоит Полторы тысячи рублей Sims Такая игра Которая В принципе Ну не стоит Не стоит Она полторы тысячи рублей Я понимаю Что это новая игра Да Там Новое поколение Игр И все такое Но не стоит Она полторы тысячи рублей Это не какая-то там Battlefield Или Или еще что-то Чтобы она стоила Полторы тысячи рублей Например Тот же Battlefield Которая там Стоит Тысячу рублей Ну Ладно Она стоит Можно и так сказать Да Например Еще какие-то там Мини игры есть Ну Да они стоят Свою цену Полторы тысячи рублей За Sims 4 Как-то не очень Хочется отдавать Если бы она Например Стоила там Я бы ее купил Я бы ее скажу Ребят Я бы ее купил Если бы она Максимум стоила Рублей 500 Я не знаю Я понимаю Что это мало Да Но все же Я бы за нее 900 рублей Даже не дал Это игра такая Ребят Sims Это такая игра Которую Ты заходишь Два часа Создаешь свою Семью Потом Еще Час Строишь Свой дом Который ты хочешь Заходишь Включаешь Быструю перемотку Кушаешь Бла-бла-бла Устраиваешься на работу То-то-то-то-то Все И через 20 минут Выключаешь игру Все Ты прошел Sims Больше тебе В принципе Нечего делать Потому что В принципе Нечего делать Больше Как-то уже Немного И поднадоело Каждый раз Одно и то же Что даже Ты не смотришь Что там делает Тот Ты просто Указываешь Что ему делать И включаешь перемотку Вот эта игра Такая А давать за него Такую Ну столько Денег Фиг его знает Ребята Честное слово То есть уже Shadow of Mordor Я говорю Она там стоит Где-то Ну тот же Dead Rising Который вышел В этом месяце Да Она стоит Там 800 рублей Но то что Не считать Что ее уже Могли пройти На Иксбоксе Да А сейчас Она вышла сюда И Ну в принципе Ну 800 рублей Это как раз Такая нормальная Цена Которую В принципе Можно отдать Чтобы пройти Вот такую Игру Да Потому что Там и кооператив Если с кооперативом Играть с друзьями Это вообще офигенно О кстати Коператив Ребята Если Фиг его знает Можете ее пройти Так с людьми Хотя Фиг его знает Ребята Честно Это уже вот так Ну то что Если там С кем-то проходить Да Там куча Зомби Когда с кем-то Проходишь Становится В принципе Так офигенно Да Когда ты там Тысячи зомби Да Ты там С кем-то Едешь Всех Бомбишь Одному говоришь Там Сиди Садись за пулемет Зарасстреливай Я буду там Проезжать И все такое Ну в принципе Shadow of the Mordor За 800 рублей Это как раз Вот та цена Которая Она стоит Не занижена Если бы она Была занижена То это уже Если там 200-300 рублей То это уже бы Создалось Такое впечатление Ощущение От игры Что Если она Такая дешевая То как бы Хрена его покупать Если они Такую цену поставили Значит Игра вообще Фигня Если бы они Если бы они Поставили За 1000 Чем-то Рублей То уже бы Люди Задумывались Да ну Такую цену А как раз Там 700-800 рублей Это в принципе Нормально Да Чтобы такую игру Купить Чтобы в нее Поиграть Я еще Я еще Посмотрю Если там Кооператив И мультиплеер Но вроде Не должно Быть Но все же Даже одному Можно пройти Давайте еще Вот этого Убьем Говорю Ребята Если вы знаете Какие-то новые игры Которые там Выходят Я забыл Там сказать Или я не знаю Что они выходят В принципе Напишите Что вот Ты там забыл Какую-то игру Опять 80-й уровень Ладно То есть Говорю Ребят Вы можете Написать Если вам Нравится Какая-то игра Если она Например Выйдет Да То Я говорю Ребят Можете Написать Что вот Пройди Ту Игру Она Действительно Офигенная Можешь Можешь Ее пройти И В принципе Действительно Игра Классная Да Если вам Например Нам нравится Какая-то игра Которая выйдет В ближайшее время Так Что бы Все Даже ничего Не выпало Ну так Нормально Уровни дали Чарминьон Уже 28 уровень Вообще Охренеть Пикачу 21 Нормально Бейлиф 21 Пиджо 21 И И Ви 20 И как раз Все так Сбалансирован О Шайни Шайни Диглет Ладно Как раз Все так Сбалансированно Идет То есть Что Чарминьон Только 28 И Тентакруэль 40 А так Все В принципе А мы его Убили Да Мы его Убили А почему Тентакруэль Умер Фитезно Да Может Такая Какая Ладно Ребята Я думаю Давайте На этом Закончим Эту серию Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Всем Все за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока